Дорогие друзья, а мы можем вспомнить известный метод КОЭ, который помог и помогает многим людям, а он заключается в самовнушении, то есть настрой организма на желаемый результат. Друзья мои, так что у нас есть все основания объединить все эти знания, которые помогли уже многим людям, им с большим успехом применить их. Если это смог сделать один человек, значит и другой может это сделать. И мы можем настроить свое сознание таким образом, чтобы оставаться молодыми или стать моложе и чувствовать себя великолепно. Примите осознанное решение, что отныне вы поворачиваете свои биологические часы вспять и изменяете свое представление о самом себе, настраивая свой организм на молодость, красоту, идеальное здоровье и силу. Так что не надо говорить, что у вас возраст. К примеру, отец известного писателя и проповедника Джозефа Мерфи в 65 лет начал изучать французский язык и к 70 годам стал прекрасным знатоком французского. Затем он занялся изучением киевских языков и стал преподавать их. Задумайтесь, в 65 лет стал изучать иностранные языки и с возрастом острота его мышления только росла. Кстати, Сократ научился играть на нескольких музыкальных инструментах в 70 лет. Джорджу Бернард Шоу в свои 90 лет оставался весьма деятельным человеком. Микеланджело написал свои самые знаменитые картины в возрасте 80 лет. А какие планы у вас? Если их пока нет, обязательно займитесь чем-нибудь интересным, тем, что доставляет удовольствие или вы думаете, что это доставит удовольствие. Попробуйте и вы увидите. Вам понравится и жизнь заиграет другими красками. В жизни должны быть всегда планы, вне зависимости от возраста. Кстати, возвращаясь к силе наших слов и мыслей, хочу рассказать вам о японском исследователе Масара Эмото. Проведенные им эксперименты неопромержимо доказывают, что вода прекрасно реагирует на слова и мысли, то есть имеет свойство впитывать информацию. Молекулы воды прекрасно воспринимают информацию, дорогие друзья. А из чего состоит наш организм? На 80% из воды. Так что делайте выводы сами. Так, например, слова «любовь» и «признательность» удивительно преобразила кристалл воды и наполнила его красотой и гармонией. Как говорит сам Масара Эмото, это самый красивый и изысканный кристалл из всех, что он видел до сих пор. Известно, что механизм регенерации, то есть самовосстановления и обновления организма, заложен в организме человека. Природой для того, чтобы преодолевать всевозможные повреждения и болезни. Но, к сожалению, на протяжении тысячелетий этот процесс нарушился, и человек частично утратил эту способность. Наши клеточки постоянно обновляются, но с учетом нашей внутренней установки. Продолжение следует...